Что будет, если не есть 7 дней и пить только воду? Что будет, если все напитки заменить водой и пить только воду одну неделю? Здравствуйте! Приветствую вас на видеоканале Школа Доктора Скачков. А я врач, фитотерапевт, диетолог, натуропат Борис Скачков. Автор более тысячи опубликованных видео в интернете. Автор более 50 опубликованных книг и брошюр в разных странах. Часть книг заказать и купить через интернет можно. Сегодня решил продолжить серию видео «Что стоит делать, чтобы ваше время истекло позже?» И рассказать еще некоторые особенности, как правильно лечиться, вылечиться и жить без болезней. А именно, что будет, если не есть 7 дней и пить только воду? Иными словами, что будет, если заменить все напитки водой и пить только воду 7 дней? Если вы считаете, что те положительные особенности водной диеты для похудения, для очищения организма будут исключительно ваши, то вы ошибаетесь. Есть и плюсы, и минусы в каждой системе. И их нужно знать. Возможно, вы имеете некоторые заболевания, при которых водная диета для похудения может пойти не так, как обещает вам всесильный интернет. Поэтому смотрите это видео дальше. Я думаю, что чуть больше полезной информации для вашего здоровья вы получите. На первое место среди относительных противопоказаний к водной диете для похудения, либо очищения организма, я бы поставил эрозивный гастрит. Что такое эрозивный гастрит? Это состояние, когда чаще всего желчь из желчного пузыря попадает в кишечники, попадает в ваш желудок. И появляются точечные эрозии. Со временем может быть атрофия слизистой, атрофия желудка, атрофический гастрит. Это номер один по раку желудка. Часть людей принимают пищевую соду с едой, с напитками. И может возникать точно такая же патология. Иными словами, если эрозивный гастрит вам известен, вам вначале нужно вылечить эрозивный гастрит, а после этого проводить водную диету для очищения организма на 7 дней. Если же у вас эрозивный гастрит пока отсутствует, это здорово, но... Возможно, у вас есть еще один диагноз, который уже на водной диете для похудения может для вас этот диагноз сделать знакомым. И что это за диагноз? Достаточно распространенный. Вы узнаете прямо сейчас. Водная диета для похудения и очищения организма на 7 дней может легко закончиться обострением эрозивного гастрита, если у вас есть дискинезия желчного кузыря, либо желчевыделительной системы. О чем говорит наличие дискинезии? Да, у вас печень очищает кровь и примерно 1 литр желчи вырабатывается в сутки. Желчный пузырь помещает примерно 200 мл. И если у вас есть правильный режим питания, система работает, как правило, хорошо. Если вы питаетесь хаотично, ваша желчевыделительная система также может работать хаотично. Одно дело, когда у вас на вашем режиме питания желчь попадает в кишечник между приемами пищи и маскирует вам запор. Желчь один из самых сильных раздражителей кишечника. А другая часть желчи попадает в еду. Но так как желчи теперь вам будет не хватать, будет нарушение переваривания различных компонентов. В основном это жирорастворимых. И у вас появляется дефицит жирорастворимых витаминов. А, Е, Д, Ф, К, П. И целый ворох сопутствующих заболеваний, которые могут проявляться у вас. У каждого сетка со своей скоростью и интенсивностью. Но риски у вас появляются. Что будет, если вы заменили все напитки водой и пьете только воду в 7 дней? Свинтер Одди по определению в этом случае слабоват. И он не будет удерживать желчь в системе. И, слава, желчь будет попадать в кишечник регулярно. Если она попадает в желудок, вы знакомы с диагнозом эрозивный гастрит. У вас появляются боли в желудке. И вы такую водную диету прекращаете. Если же желчь пойдет по кишечнику. Вы считаете, что очищение организма усиливает. Потому как частота опорожнений кишечника будет не равна нулю. Вы радуетесь этому процессу. На самом деле вы теряете очень важный элемент, очень важный секрет под названием желчь. Для восполнения которого, если у вас был высокий уровень холестерина в крови, то да, он будет снижаться. Потому как часть желчи образуется из холестерина. Да. Другая часть желчи, не менее важная, образуется из эритроцитов. Если вы теряете желчь таким простым способом, у вас появляется интересная ситуация. Если у вас был высокий уровень гемоглобина и количество эритроцитов, они начинают снижаться к норме. А вот если он был нормальным, либо у нижней границы нормы, у вас страдает кислородное обеспечение вашего организма. Иными словами, вы стареете. И так легко и просто постареть за неделю можно. Но зачем вам такая диета для старения организма была нужна? Более того, потери желчи через кишечник нарушают синхронность работы в различных отделах пищеварительной системы. Иными словами, если у вас еще и был хронический панкреатит, а он, как правило, в разной степени проявляется, либо в явной, либо в скрытой форме при наличии дискинезии желчного пузыря и желчеводилитной системы, то вы будете состояние поджелудочной железы постепенно ухудшать. Более того, к концу и пятых, седьмых суток у каждого по-разному ваше поджелудочное в конце концов сбросит свои пищеварительные секреты в кишечник. Если вы неправильный образ жизни ведете, о котором я скажу раньше. Но для того, чтобы дискинезия желчного пузыря не имела для вас такого, ну я не скажу, катастрофического, но негативного значения, вы должны правильно выбирать условия. Иными словами, вы водную диету для очищения организма должны проводить в экологически чистых условиях. То есть выехать в регион планеты, где и не предполагается наличие промышленности, нет других загрязнителей. И в этих условиях вы можете проводить такую диету. Иначе, если вы находитесь в мегаполисе, либо в окрестностях мегаполиса, либо крупного промышленного центра, ваша печень вынуждена будет очищать кровь во время водной диеты, увеличивать количество желчи, образующиеся в сутки. А значит и все негативные проявления при наличии дискинезии в желчном пузыря могут проявиться. Но это тоже не уникальные особенности. Очень часто длительное отсутствие правильного режима питания на фоне дискинезии в желчном пузыря приводит к тому, что в желчном пузыре появляется не только желчь, а может находиться замазка, взвесь, песочек, камни. Иными словами, желчь регулярно концентрируется. Да, в этом случае у вас был прекрасный сфинктер Одди. Он удерживал желчь. И в желчном пузыре пошло движение в сторону знакомства с врачом, хирургом, гипотологом. В этом случае, если сфинктер Одди был силен, а печень работала, очищала вашу кровь, здесь движение идет не в благоприятную сторону. И как только идет, как только произойдет в этом случае сброс желчи, обычно это происходит при хорошем сфинктере Одди на пятые-седьмые сутки, а до этого кишечник практически не работает, появляется еще один риск. Содержимое желчного пузыря вместе с желчью может пойти по системе. И очень вероятно, конкремент, который находился в желчном пузыре, может где-то остановиться на некоторое время. Но и у вас может появиться механическая желтуха. И это тоже не самое лучшее следствие очищения организма водой. Также я бы не советовал проводить очищение организма водой, если у вас в разной степени нарушена работа печени. Я имею в виду, что у вас есть, скажем, гепатит, стеатогепатит в любой этиологии, жировой гепатоз. В этом случае работа печени уже нарушена. И печень чувствует режим питания 2-3 раза в день. Ей плохо в этих условиях работать. Ей бы подошел прием пищи 4-5 раз в день. А водная диета предполагает употребление только воды. Иными словами, работа печени будет нарушаться. Из-за того, что в печени всегда есть что найти и обезвредить в вашей кровеносной системе. Иными словами, желчь она будет вырабатывать. И если у вас был хороший сфинтеродий, который удерживает желчь в системе, давление в системе будет повышаться. И самое уязвимое звено в этой системе это гепатоцит. Он очень нежный, очень чувствительный к давлению. И создавая высокое давление, вырабатывая желчь, гепатоциты будут разрушаться. Иными словами, явление гепатита, стеатогепатита, жирового гепатоза у вас будет усиливаться. В других случаях я бы сказал, нет жестких таких противопоказаний к водной диете для похудения. Но я бы советовал вам к ней все же подготовиться. Это непростое изменение в вашей системе питания и в вашем образе жизни. И поотноситься к этому нужно глобально. О том, чтобы выбрать экологически чистое место я уже рассказал в этом видео. Нам нужно быть готовым к тому, что нужно снизить уровень веятельной активности до режима самообслуживания. Иными словами, чем меньше вы будете двигаться на водной диете для очищения организма, тем меньше негативных последствий у вас разовьется. Что я имею в виду? Я имею в виду, что работа мышцы она будет не только потреблять энергию, накопленную в жировой ткани. Будут работать и белки, которые в данном случае у вас будут в дефиците. И перед тем, как заниматься очищением организма водой, я бы советовал вам походить в тренажерный зал. Правильно накачать мышечную массу, которая будет постепенно уменьшаться во время водной диеты для похудения, для очищения организма. И в этом случае дефицит белковый у вас не возникнет. Очень сложно накачать иммунную систему белком. Она, к сожалению, там больших запасов не делает. А вот мышечную систему накачать можно. В этом случае у вас и очищение организма произойдет правильно. Иммунная система не пострадает. Что также очень важно. Иммунная система и мышечная система работают на белках. И потребляют то, что потребляют. Если же у вас белки с питанием не попадают, понятно, эти системы будут ослабляться. И снижение иммунитета не самый лучший результат при применении такой диеты. Также я бы советовал вам уменьшить уровень интеллектуальной активности. Иными словами, запастись хорошей музыкой, медитациями. Расслабить свою нервную систему. Чтобы она как можно меньше потребляла и белка, и энергии на очищение организма водой. Учитывая эти особенности, вы сможете провести очищение организма водой более безопасно. Я бы не советовал вам все 7 дней очищаться. Конечно, если у вас был слабый сфиндородий, у вас срабатывал кишечник, вы скорее всего с такой диетой для похудения сойдете раньше. Если же сфиндородий у вас оказался сильным, я бы советовал вам прекратить очищение организма водой до того момента, когда у вас проявляется послабление. О чем говорит послабление на такой диете, которая обычно происходит на 5-7 сутки. Но говорит о том, что не только сфиндородий не удержался и сбросил желчь. Сбрасывают свои секреты за ненадобностью пищеварительные железы. Иными словами, как источник энергии, начиная с 5-7 суток, вы уже используете белки ферментных систем, пищеварительные системы. Иными словами, после выхода с такой диетой для очищения пищеварительной системы у вас будет работать в ослабленном режиме. Ей нужно будет время на восстановление. И произойдет ли полноценное восстановление? Сложно ответить. Поэтому для того, чтобы жить лучше и дольше, я бы советовал вам не 7 дней проводить очищение, а дней 5, не более. В этом случае вы имеете возможность усидеть на двух стульях сразу и несколько очистить свой организм и не навредить своему организму в дальнейшем. Чтобы жить лучше и дольше. На этой позитивной ноте я это видео буду заканчивать с привычным подписчиком моих канала словами «Крепкого здоровья» и «Разумного к нему отношения». А пока вы думаете, кому отправить ссылку на это видео, не забудьте поставить на него лайк, а я подумаю, как лучше написать следующее видео на своем канале. Некоторые хотят провести водную диету для очищения организма целых 2 недели или 14 дней. А вот что будет, если не есть 2 недели и пить только воду? Вы узнаете в следующем видео на моем канале «Школа доктора Скачков». До новых встреч на моих каналах «Доктор Скачков» и «Школа доктора Скачков». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!